Депутаты Законодательного собрания под председательством Сергея Голубева приняли закон о бюджете Тверской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Основными приоритетами при формировании главного финансового документа стали реализация национальных проектов и обеспечение бюджета развития. Подробности прямо сейчас. Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год запланирован в объеме 87 миллиардов рублей. В целом, в ближайшие три года прогнозируется рост доходов областного бюджета. Расходы региональной казны на 2022 год планируются в объеме 88,3 миллиардов рублей, а на 2024 год уже более 100 миллиардов рублей. Как и ранее, бюджет сформирован по программному принципу на основе 28 государственных программ. Более 80% ресурсов приходится на 4 национальных проекта. Демография, безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, здравоохранение. Удельный вес расходов на социальную сферу в общей сумме расходов составит порядка 70%. Будут сохранены все действующие меры на региональном уровне, а по некоторым направлениям существенно дополнены. Меры социальной поддержки из бюджета Тверской области определенным категориям наших граждан будут увеличены. Например, многодетным семьям теперь будет предоставлена возможность, и они будут обеспечены автомобильными, семейными, с наклейками, что в салоне находятся дети, и креслами, столь необходимыми для безопасности, для перевозки детей. Важнейшая составляющая областного бюджета – расходы на здравоохранение. На предстоящий трехлетний период заявлено финансирование капитальных ремонтов целого ряда больниц и поликлиник, закупка медицинского оборудования для сосудистых центров, онкодиспансера. Вводится новая единовременная выплата выпускникам, медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения Верхневолжья. В бюджете предусмотрены средства на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на областном и муниципальном уровнях, школ, детских садов, объектов сферы здравоохранения, питьевого водоснабжения, модернизацию теплоэнергетических комплексов, а также на дорожную сферу. Бюджет в целом забалансирован, в целом есть много положительных моментов. Например, скажем, что у нас увеличено сигнование на здравоохранение, на образование. Положительно то, что там внесена программа бюджета, это наконец-таки начнет строительство западного моста, что принесет большое, я бы сказал, облегчение автомобилистам и разгрузит центр города. Также среди приоритетов государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, туризма, обеспечение выполнения социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для населения, обеспеченные финансированием деятельности и укреплением материально-технической базы учреждений, оказание финансовой поддержки муниципальным образованием, дальнейшее сокращение государственного долга. Это бюджет развития, потому что там значительно увеличены средства по адресной инвестиционной программе, по основным стройкам. Об этом уже достаточно много говорилось, в частности, западный мост, в частности, дороги, которые будут ремонтироваться в усиленном порядке в следующем 2022 году. Это увеличение расходов на социальную сферу. Депутаты законодательного собрания вырезали надежду, что принятый бюджет будет успешно реализован в экономике Тверской области.